на мой взгляд мое поколение восстановила бы поцелуй если бы она более внимательно стала изучать вкусы началось бы все с более внимательного отношения к пище потому что мы сейчас суем вот в эту дырку вообще что попало то есть даже иногда не чувствуя это потому что если вы сейчас попробуйте чизбургер из макдональдса вот именно попробуйте не спеша начнете разжевывать вот эту булочку поймете что она отвратительного вкуса реально отвратительно единственный вкус который там есть по сравнению с персиком например это соль соль и какая-то вот эта вот такая склизкая такая застревающая в зубах какая-то тесто такое по вкусу отвратительно но мы же не мы же не не успеваем почувствовать у нас есть образ макдональдс макдональдс и мы как бы это мы кушаем образы они вкусы поэтому на мой взгляд первое что нужно чтобы поцелуй опять пришел к нам и чтобы это не было пошло и отвратительно вот так целоваться это восстановить ощущение вкуса как только ощущение вкуса будут очень очень обострены но например я бы не хотел в эту тему сильно впадать но я например экспериментирую с питанием и считаюсь сыроедом то есть сам себя считаю то есть я стараюсь сырые продукты употреблять изучать как они на меня воздействуют и после этого у меня обострились ощущения запахов например вот с кем-то я не могу в одной комнате просто находиться вот когда запах за рта есть какой-то я понимаю что человек интересно мне надо с ним работу какую-то но не могу я потом когда с нами говорит я от него отхожу он еще подходит а я отхожу не могу ну то есть переписывать с ним что и по интернету как-то раньше я не обращал на это внимание например сейчас иногда если мне какой-то человек позволяет там в его присутствии по находиться да то у меня какой-то привкус во рту возникает почему-то вот вплоть тут спустя четыре года вот такая преображение такой физиологии происходит или может это я себе придумываю я не знаю психосоматика но так или иначе я представляю что такое поцеловать человек поцеловать поцелуй по поцеловать правильно по-русски они леома добры русских а по поцеловать человека что это за ощущение изучение вкуса вот смотрите например вот есть у нас такой есть эксперимент есть яблоко есть банан есть голодный человек он очень голодный ему дается яблоко и банан и спрашивается его что сейчас ты больше хочешь яблоко или банан он сначала первое думает головой там ну яблоко она менее калорийный зачищу банан чтобы насытиться и прочее а потом мы говорим стоп вот тебе давай следующий эксперимент закрой глаза ему делается завязка выключается свет отрезается от яблочко маленький маленький кусочек и пи вот так вот перед в такую кашицу переделывается и от банана тоже такую кашицу им удается на маленькой такой ложечки в темноте маленький кусочек попробовать и он когда пробует вот теперь он спрашивает а вот теперь ты что хочешь вот по вкусу он не видит не чувствует не знает что ему дали но он только внимательно внимательно пытается под подпочек вот по вкусу чтобы ему сейчас хотелось не броду нет банан совсем не хочется яблоко хочет вот хочется яблоко вы представляете чтобы было если бы мы поцеловав человека попытались по вкусу понять как мы к этому человеку себя ощущаем чувства мы как будто маленькая химическая лаборатория у нас внутри изучает этого человека изнутри чуть-чуть мы его ощущаем мы какую-то информацию получаем мне кажется это было бы замечать